На площадке университета по улице Студенческой состоялось заседание Белгородского отделения Византийского клуба на тему государства и церковь, проблемы единства православия. Обсудить вопросы взаимоотношения государства и церкви, а также сохранения единства православного мира, собрались проректор по качеству дополнительного образования, профессор Владимир Шаповалов. Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн, кандидат богословия, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Георгий Беженидзе, ведущий научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, ответственный секретарь Национального комитета византистов Российской Федерации Михаил Грацианский, профессор Николай Болгов, представители духовенства, преподавательского сообщества Нью-Былгу и студенты. От имени ректора Белгородского государственного университета профессора Олега Полухина участников заседания приветствовал проректор по качеству дополнительному образованию Владимир Шаповалов. С праздником введения во храм Пресвятой Богородицы собравшийся поздравил митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. Сейчас идет достаточно серьезная и напряженная борьба за осмысление канонов и их местом в нашей жизни. И историческая наука, она сегодня особую актуальность приобретает. Кто бы ожидал, что в 21 веке, когда технологии, когда все больше и больше трансгуманизм входит в нашу жизнь, вдруг такая актуализация истории. Основываясь на традиционных ценностях, мы не только строим будущее, но мы еще и выбираем прошлое. Это большое достояние. Именно византийский клуб. Потому что сегодня нету фактически больше концентрированной вовлеченности специалистов, которые могли бы ответить на вопросы, которые настолько насущны. Георгий Пежанидзе представил доклад «Парадигма церковно-государственных отношений у архиепиского Феофана Прокоповича. От средневековья к новому времени». А Михаил Грацианский в своем докладе обратился к теме разрыва общения с Элладской церковью в историческом контексте. Встреча прошла в атмосфере живого общения и взаимного интереса.